Отвечаю на вопрос Илоны. Илона спрашивает, будем работать на колоде райдера. Смотрите, Илона, на курсе преподавание ведется в сравнении на трех колодах английской школы. Вот, что такое английская школа, мы чуть попозже скажем пару слов, да. Одна из них – это колода райдера. Вот, Уэйта, хотя на самом деле правильно называть все-таки колодой Уэйта, потому что райдер – это издатель. И еще будут использоваться несколько колод тоже английской школы. Мы будем их сравнивать между собой, чтобы понять логику, которой руководствовались авторы. Нет, Илона, для курса вам достаточно использовать ту колоду, которая есть у вас. Если у вас колода Уэйта, то ей, пожалуйста, и пользуйтесь. Практики для нее вполне достаточно. Если у вас какая-нибудь другая колода Неуэйта, но она тоже английской школы, я вам скажу чуть попозже, как их отличать друг от друга, то для практических занятий вы можете использовать ее. Единственное что, что если вы используете колоду Неуэйтовскую, то понимаете, любая колода, она внутри себя имеет некоторые ключики, которые ее отличают от других колод. И мне бы хотелось, что если вы делаете такое предпочтение использовать другую колоду, то вы как бы вот эти ключики хотя бы книжечку по ней почитали, чтобы понять, что в ней что обозначает. Потому что иногда расхождения бывают, и если вы эти ключики будете использовать, это существенно обогатит вашу прогностику. Вот. Использовать колоду Кроули для практики можно. Я эту колоду знаю достаточно хорошо. Вот. Это я сейчас отвечаю на вопрос Дарьи. Единственное что, что эта колода очень сильно символически нагружена, и она слегка отличается в символическом поле от колоды Уэйта. Я надеюсь, что, Дарья, вы об этом тоже знаете, раз вы этой колодой пользуетесь. Вот. Есть отличия. Скажу еще пару слов немножко о себе. То есть, я занимаюсь картами достаточно давно. У меня очень большая собственная практика. Была до того, как я начал обучать. Как я с картами сам познакомился, я занимался очень много фотографий. И один из моих фотопроектов был связан с тем, что я решил пофотографировать мир эзотерики. Это был как именно как фотопроект. Он представлялся на международном фестивале в Краснодаре в 2018 году в качестве персональной выставки моей. Во время работы над этим проектом я впервые увидел карта Таро. И мне показалось, что эта тема достаточно интересная. И я решил сначала, как, наверное, все, попробовать самостоятельно позаниматься этим всем делом. Скачал с сайта русской школы Таро эту книжку Савченко, которая про вечерний чай, наверное, вы слышали об этом деле. Ее почитал, ничего не понял, естественно, поначалу. Ну, там сложно что-то понять, если ты не понимаешь модели. А модель на самом деле мало кто дает. Это я уже, забегая вперед, скажу относительно других вещей, где я занимался этим всем делом. После этого я решил попробовать вот эту очень популярную технику карты дня. Практически сразу я понял, что она неэффективна. Об этом мы тоже сегодня немножко поговорим в разделе раскладов. И тогда я решил, что, наверное, мне самому это дело все не постичь. Мне нужно, чтобы меня кто-нибудь поучил. С непривычки я пошел в то место, которое было максимально на тот момент раскручено. Это место было русская школа Тару, и там я закончил один из первых их курсов. Все курсы там были в записи, где очень доходчиво рассказывали значения карт, и на самом деле все. На этом практика там представляла собой два или три расклада за весь курс. Курс был небольшой, порядка трех месяцев, и мне его явно не хватило. То есть, да, я все там закончил, сдал, все в порядке, но я не понял, что там делал. Потом я выяснил, что там есть достаточно большое количество других курсов, которые стоят совершенно других денег. Но уже самое первое впечатление меня оттолкнуло от этой школы, хотя я до сих пор сохранил хорошее отношение с ними, но стараюсь находиться с ними немножко рядом, чуть-чуть. После этого я уже начал осознанно читать книжки, то есть понимать, что на самом деле в картах скрыто немного больше, чем о них говорят все, и пришел к такому пониманию карт, что нужно использовать их и изучать их с точки зрения тех смыслов, которые в них закладывали их создатели. Если мы поговорим о Райдере Уэйте или, допустим, о Лестере Кроуле, то это посвященные магическому ордену Золотая Заря. В этом ордене, который создал Макгрегор Мазерц, каждый адепт на определенной ступени посвящения, по-моему, четвертым философом, должен был создать свою собственную колоду Таро. Все колоды Таро, которые создавались в ордене, считались собственностью ордена, и адепты давали подписку, что они эту колоду выносить не будут. И, так сказать, профанов не будут обучать им пользоваться. Поэтому, когда Уэйт решил, что ему нужно эту колоду вынести в мир, он максимально приложил усилия, чтобы по возможности тайну ордена не раскрывать. Поэтому в его книжке «Иллюстрированный ключ Таро» толком ничего не понятно. Алистер Кроуле, который тоже был посвященным Золотой Заре, близким другом Мазерца, разругался с ним в определенный момент и опубликовал свою колоду совершенно открыто. Но, поскольку к тому моменту он уже очень сильно увлекся таким течением, как Телема, а его колода насквозь пропитана египетским символизмом, то язык Кроуле, хоть и был достаточно внятным, в отличие от языка Уэйта, тем не менее был не очень понятен людям, потому что для того, чтобы понять, что он написал, требовалось неплохо знать такие дисциплины, как каббала, западная мистериальная традиция и египетский божественный пантеон. И до сих пор, хотя колода Кроуле привлекает людей очень сильно, своей безумной совершенно энергетикой, она требует за право собой пользоваться, достаточно глубоко погружаться в то, что я сказал. На моих первых курсах, которые я проводил людям индивидуально, групповой поток у меня второй, точнее третий, но первая группа была уж совсем маленькая, поэтому по сравнению с большими группами 11 дома можно считать, что это тоже были почти индивидуальные занятия. Я пробовал преподавать в том числе и Кроуле колоду Таро Тота наравне со всеми остальными колодами. И я понял, что это неудобно. То есть символизм настолько сильно отличается, что людям тяжело воспринимать параллельно эту информацию. Я исключил тогда Таро Тота из теоретических вещей. Но практически, если ученики хотят выполнять практику на этой колоде, я ничего не имею против. Я эту колоду знаю очень хорошо. Это моя основная колода, которой я работаю на практике с другими людьми, когда я практикую. Поэтому я эту колоду знаю очень хорошо. Друзья, еще вопросы есть какие-нибудь такого типа? Я думаю, что времени уже прошло достаточно много. Я думаю, что все, кто нас хотел посетить, уже сделали это. Но, наверное, все остальные планируют нас посмотреть в записи. Давайте тогда перейдем к нашей основной части. Сейчас мы так вот сделаем. Друзья, презентацию она видна? Давайте мы с вами так договоримся по ходу этой презентации. Это у нас же все-таки такое необычное занятие, а такое вводное, где я рассчитываю на то, что мы с вами побеседуем чуть-чуть. Не один я тут буду вещать все время. А вы тоже что-нибудь будете говорить. Давайте так. Вы задавайте вопросы по ходу, по ходу моего рассказа. И я буду останавливаться, на них отвечать. Мне самое главное, чтобы в настоящее время, вот сейчас, на этом вот занятии, у вас не осталось каких-то непонятных вещей. То есть спрашивайте вообще обо всем, что вы как бы считаете нужным, что вам покажется для вас вот сейчас значимым. Если вопросы какие-то по материалу, которые я рассказываю, ну, значит, задавайте их. То есть никаких совершенно здесь нет сейчас ограничений. Обычно на уроках мы немножко не так поступаем, но сегодня давайте возьмем такой формат просто для удобства. Отвечаю на вопрос Эвелины. Вот какая колода является самой эффективной для работы. Дело в том, Эвелина, что мы работаем не с колодами. Мы работаем с вами с символикой колод. А символ, понимаете, он от знака отличается тем, что знак у нас трактуется, а символ у нас толкуется. Понимаете? Соответственно, сколько народу, столько и толкований. И какая именно колода у вас внутри найдет наиболее для вас удачное и четкое отражение в вашей символике, ну, я не знаю, если честно. Отсюда же и следует, вот, например, такое утверждение некоторых тарологов, что для каждых вопросов нужно брать разные коды. Почему такая штука появляется? А дело связано с символизмом. То есть, если люди работают с отношениями, они берут, например, колоды Таро, которые заточены под отношения. Там просто символизм, он достаточно понятный для этого. Достаточно понятный. Или, например, на финансы. Берут колоды, связанные с финансами. Но узкоспециализированные колоды, которые заточены на определенное представление, да, они тоже не очень хороши. И отсюда появляются, например, тарологи, которые говорят, что мы на все вопросы отвечаем одной колодой. Поэтому мы здесь ничего не можем рекомендовать точно. Мы можем сказать только то, что какая колода вот Эвелина вам ляжет в руки, вот вы почувствуете, что вы не вспоминаете значения, а вот вы читаете это панно, которое перед вами развернулось, просто как текст. Вот с этой колодой и работаете. Но я вам сразу хочу сказать, что рано или поздно вам это надоест. Причем скорее рано, чем поздно. Не просто так у многих тарологов достаточно много колод. И я не являюсь тоже тут исключением из этого правила. У меня их тоже много. Всяких разных. Но я не с разными вопросами работаю, разными колодами, а с разными направлениями. То есть для определенных направлений, например, для направлений жизни и быта используются одни колоды, для направлений каких-то там серьезных, которые касаются ритуальной практики, используются другие колоды. Вот. Так, Екатерина. Здравствуйте, Ленорман. Другая история. Да, Екатерина, Ленорман – это другая история. Причем она совсем другая. Вот. Ленорман – она… Ну, кстати, Ленорман к своим колодам никакого отношения не имеет, потому что они появились через почти 100 лет, после того, как она умерла. Наиболее популярна у нас малая колода Ленорман – 36 карт, которая является копией из игральных карт обычных. На ней изображены игральные карты. Вот. И тоже символы. Но только символы там изображены очень простые. Очень простые. Поэтому для того, чтобы колода Ленорман с вами нормально заговорила, необходимо вытаскивать достаточно много карт. Большинство раскладов для этой колоды многокарточные. Вот. Специальный курс по Ленорману будет в следующем году. Я думаю, под эгидой тоже 11-го дома мой же. Вот. Я владею Ленорман и одной, и второй колодой, и 36, и 54 карты. Хотя они разные. Они разные по логике. И они разные по организации самих карт внутри них. Вот. Курс будет по маленькой колоде. Вот. Так. Колода Оракул. Екатерина. Честно говоря, Оракул, я не знаю, что за колода, что в ней. Подойдет любая колода, которая является клоном Уэйта. У колоды Кроули клонов нету, а вот у Уэйта есть. Вот ее клоны нам подойдут любые. Что такое колода Оракул, я не знаю. Оракульные колоды, они нам не очень подходят, потому что они не ложатся в общую систему. Вот. О системе мы немножко поговорим и сегодня, чуть позже. Но больше мы о ней, конечно, поговорим на Котсе. Потому что у нас не так много сегодня времени, а материала у нас все-таки достаточно много. Вот. Ритуальные действия, Екатерина, это... Это когда вы занимаетесь какими-то магическими практиками. Я сразу вам хочу сказать, что никакой магии и никаких магических практик на Курсе не будет. Вот это вот я хочу особо подчеркнуть. И я думаю, что среди нас присутствуют мои ученики, кто заканчивал первый поток, они вам это подтвердят. То есть мы на Курсе занимаемся только совершенно обычными вопросами. Мы за ним разбираем вопросы жизненных ситуаций, к которым находится достаточно много, относится жизненных ситуаций. Вопросы отношений, вопросы финансов. Вот. Эти вот все вопросы... Мы разбираем с вами на Курсе. Никакой магии тут нету. Это все достаточно просто, понятно. И я думаю, у вас тоже никаких проблем с этим не будет. Почему это так, я вам скажу чуть-чуть попозже. Сегодня сейчас мы начнем, и я вам расскажу. Давайте мы приступим к нашей презентации. Оракула Мира, спрашивает Виктория. Оракула Мира – это веканская штука? Я правильно понимаю? Это тот Амир или какой-то другой? Ну, напишите, Виктория, если как бы вы видели эту колоду когда-то, знаете автора, то напишите. Это не веканин такой, который там разработал синкретическую колоду, намешанную там целиком, все совсем смешанно, где любая карта подходит вообще под любое смысловое поле и содержит все на свете символы. Если это эта колода, то лучше с ней не связываться. То есть там как бы немножко о другом вообще идет речь. Начнем мы свой разговор, друзья, с мифов и заблуждений, которые связаны с картами Таро. Я думаю, что вы все с этим сталкивались, и если вы будете заниматься картами, то, безусловно, столкнетесь в дальнейшем еще сильнее с этим же самым. То есть первый миф связан с тем, что карты сами должны рассказать, чем человек пришел. Чем человек пришел. Этот миф очень распространенный. Я с ним сталкивался в своей практике, но у меня каждый второй случай был такой. Каждый второй случай. То есть приходит человек, садится и считает, что я должен ему о нем рассказывать. Прямо сразу. Друзья, ну это полное заблуждение. Понимаете, ясновидение, оно не имеет никакого отношения к картам Таро. Карты Таро – это символы. Понимаете? А символ, вот, например, кольцо. Возьмем очень простой символ. Кольцо. Как вы думаете, если мы рассматриваем символ кольцо, что он может означать? Цикл. Хорошо. Что еще? Свадьбу. Хорошо. Обязательства. Договор. Очень хорошо. То есть он может нам означать партнерство как в самом широком смысле, так и в достаточно узком. Да, то есть партнерство как в любви, так и в бизнесе. Вот. А также цикл, как вы совершенно правильно сказали, замкнутый круг и так далее и тому подобное. И как в таком, при таком разбросе, как можно прочитать ответ на незаданный вопрос? И получается так, друзья, что у нас в картах Таро принципиальным является вопрос. Потому что именно в контексте этого вопроса мы с вами будем отвечать. Если у нас вопрос о деньгах, то мы с вами все карты будем читать в контексте денег. Если у нас вопрос на отношения, то в контексте отношений. Понимаете? одни и те же карты в разных контекстах имеют разные значения. Такая вот штука. Поэтому, если перед вами сидит человек, который не задает вам вопроса, вы на него, скорее всего, ответить-то не сможете. Потому что, если вы вытащите какую-то карту, вам непонятно, как ее читать. Это не значит, что вы должны человеку сказать «Уйди отсюда». Не, не надо. Вы просто объясните ему вот этот момент, что вы неясновидящий или неясновидящая. И вам для того, чтобы ему помочь разобраться с его, кстати, проблемой, а не с вашей, нужно, чтобы он вам об этой проблеме рассказал. Рассказал. Одно из основных возражений, которое при этом следует от эквирентов, что я тебе типа все расскажу, и ты мне моими словами все обратно и расскажешь. Но вы знаете, друзья, это, если люди так с вами разговаривают, то вы можете мягко консультацию прекратить. То есть, если человек не понимает, что он пришел помочь себе, то, ну, зачем на него терять ваше драгоценное время? При, так сказать, определенной сноровке, которая у вас скоро появится, у вас будет все в порядке с клиентами, и вы сможете достаточно проявлять определенную разборчивость, выбирая себе тех людей, с которыми вы будете работать. Если вам человек не нравится в силу каких-то причин, например, он проверяет вас, он сомневается в ваших возможностях как специалиста, то вас никто не может заставить сидеть и это все терпеть. Просто мягко скажите, что, ну, извини, нам, наверное, не получится. У нас не получится вам помочь. Ну, что же делать? Поэтому первый миф, он говорит нам о том, что человек должен с нами, с вами вступить в контакт в обязательном порядке. В контакт эмоциональный. А иначе нам будет сложно понять, что именно мы ему должны сказать. Карты вообще, они задействуют достаточно глубинные пласты коллективного бессознательного, как говорил товарищ Юнг. Да? Вот. Но кроме коллективного бессознательного, оно задействует достаточно сильные пласты вашего собственного бессознательного. Поэтому для того, чтобы правильно подбирать слова, вам нужно понимать, в каком контексте вы ведете беседу. Я думаю, что с этим мифом мы разобрались. Вот. Если по этому мифу вопросов нету, то мы перейдем к мифу следующему. Следующий миф имеет религиозную природу. Вот. Он говорит нам о том, что карты магия, и гадать на картах – это тяжкий грех. Вот. Это придумали священники. Это проистекает из их текстов. Но я хочу обратить ваше внимание, что изначально Иисус Христос ничего подобного не говорил. Ничего подобного. То есть запрет на гадание появился через 400 лет после образования христианства, уже в темные века, так называемые. Вот. Если немножко подумать на эту тему, чуть-чуть, почему гадание на картах не является грехом, то здесь очень полезно учитывать тот факт, что карты Тару – замечательный инструмент для анализа ситуации. И в этом плане работа с картами у нас напоминает действия любого аналитика. Любого аналитика. Например, криминалиста, который при некоторых исходных данных может увидеть картину в целом. Но тем не менее, действия никаких аналитиков не называются магическими. Вот. И уж тем более греховными. То, что вы используете карты Тару для анализа ситуаций, еще не делает вас сильно грешными. Вот. А такой налет мистики связан с непониманием процессов, которые происходят во время сеанса Тару. Кажется, кажется, что эти процессы проистекают непонятно откуда. На самом деле это не так. Это не так. Работа с символами она всегда подразумевает определенную степень погружения внутрь символа. А то, что если вы погружаетесь внутрь символа и этот символ подымает у вас внутри глубинные пласты, которые вам открывают то, что вы знаете. Вот. Это на самом деле называется философией процессом мышления. Вот. Эвелина. Можно относиться к картам Тару как к инструменту. Можно относиться. Но все-таки карты Тару это инструмент такой достаточно специфический. Хочу обратить ваше внимание на это, что если вот у нас есть молоток и, например, у этого молотка есть какие-то разные версии этого молотка, то вы на него смотрите и видите, что это молоток. Берете его и стучите. И любым молотком можно забить гвоздь. С картами Тару ситуация немного другая. То есть, если вы работаете с разными колодами, потенциально могут быть разные интерпретации. Вот. Потому что разные колоды в общем-то строятся на разных моделях. о моделях мы с вами сегодня говорить не будем. Это долгая беседа. Мы говорим о них на курсе. Какие вообще бывают модели? Почему колоды такие разные? Вот. Но отчасти почему некоторые специалисты используют большое количество колод? Потому что разные модели. А разные модели, они позволяют расширить трактовку. Наша же задача самая главная помочь нашему кверенту, который к нам обратился. А как мы это сделаем? В общем-то всем все равно, без разницы. Если нам колода поможет, если мы меньше будем тыкмыкать, то значит нам повезло. Вот. Мы нашли свой инструмент. Многие люди работают с колодой Райдер Уэйта только потому, что она наиболее понятна как символ. Вот это и привлекает людей. И я вам хочу сказать, что, например, я начал пользоваться колодой Райдер Уэйта только когда начал преподавать. У меня так сложилась моя собственная практика, что я этой колодой не работал вообще. Ни разу. До того момента, пока не начал преподавать. Но я очень быстро выяснил, что если надо обучать картам, то лучшего инструмента, чем эта колода, не существует. Он наиболее понятен. Требуется наименьшее погружение в символику. То есть, эта колода достаточно простая сама по себе. То есть, это как бы очень легкий вход в тему. Можно взять колоды более сложные, например, Лионеля. но там нужно очень так серьезно над ней сидеть, чтобы она вошла. Хотя это тоже классическая тару. Я сейчас не беру колоду, которую нарисовал Савченко, дорисовал. Колода Фредерика Лионеля, она состоит из старших арканов только. Кстати говоря, многие колоды такие короткие, но об этом мы поговорим чуть-чуть попозже. сегодня. Сейчас вернемся к мифам. Третий миф, с которым нам часто приходится иметь дело, это то, что карты могут нам рассказать всю нашу жизнь. Это даже не миф, это очень серьезное заблуждение. Вот. Карты Таро много могут нам рассказать о каких-то ситуациях, о нашем скрытом потенциале, обратить наше внимание на какие-то способности наши или таланты, но увы, они за нас не решат этих ситуаций, не разовьют наши таланты и не разовьют наши способности. Это все придется делать нам самим. То же самое касается ключевых событий. Карты нам дадут рекомендацию, но мы можем этой рекомендации как последовать, так и не последовать. И на курсе мы с вами будем очень часто с этим столоваться, что это немножко не так. То есть карты вроде как говорят, а мы вроде как считаем себя умнее. А потом выясняется, что зря мы так считаем. Или не зря. Понимаете, если бы карты рассказывали именно так, как мы хотим, чтобы было, то нам бы, наверное, не было смысла ими пользоваться. Карты нам дают некую отдельную точку понимания. И эта точка понимания очень-очень интересна. так, расскажите, Станислав спрашивает про миф о том, что практик не может гадать самому себе из-за эмоциональной привязки к вопросам. Так, сейчас я вот договорю про всю жизнь, про всю жизнь, и отвечу на вас вопрос, Станислав. Вот, резюмируя вот этот вот миф, я хочу вам сказать, что прогноз на всю жизнь будет актуальным только для того человека, который в этой жизни вообще участия не принимает. То есть, он катится по течению, вот что с ним происходит, то с ним и происходит. Поэтому я, например, считаю достаточно большим как бы неприятностью, когда прогнозы, которые вы даете человеку, у него сходятся на ситуации. Это значит, что он ничего не делает, чтобы она изменилась. Вот вы ему говорите, что ему делать, а он ничего не делает. Это не очень хорошо. Но практика говорит о том, что большинство людей, где-то процентов девяносто, сами в своей жизни участия не принимают. Вот такая вот грустная грустная история. Такая вот грустная история. Так, отвечу и ничья сначала на вопрос. С астрологической точки зрения карты Таро это Нептун или Плутон? с астрологической точки зрения, ну, с моей точки зрения карта Таро это Луна. С моей точки зрения. С астрологической точки зрения. Так, теперь Станиславу. гадание самому себе, Станислав, это не миф. Это не миф. Эмоциональная привязка к вопросам мешает не только при гадании самому себе, но и гадании кому-то. Если вы эмоционально в какую-то ситуацию влезаете, например, какая-то ситуация произошла с вашим близким родственником или другом, вы в нее вписались в эту ситуацию, у вас тоже там очень сильная эмоциональная привязка. И в этом случае она влияет на карты. Вы начинаете, во-первых, их вытаскивать определенным образом и как бы подбирая карты под свою собственную ситуацию. И когда вы их читаете, вы тоже подгоняете ответы. Это не очень хорошо. Не очень хорошо. А по поводу гадания себе, дело в том, что для того, чтобы карты при гадании себе вам нормально отвечали на вопросы, нужно делать очень простую вещь. Нужно себе гадать. Нужно себе гадать. Вот тем, кто пойдет на мой курс, в гадании себе недостатка не будет. Я твердо считаю, что если человек не может гадать себе, или у него прогнозы на себя не сбываются, то гадать кому-то другому ему рано. Потому что если он не может сам себе разобрать свою собственную ситуацию, то это значит, что он эмоционально нестабилен. А в этом случае нельзя гадать и другим. Высока вероятность ошибок. Вот. То есть нужно сначала понять свое состояние, когда вы эмоционально возбуждены, а когда нет. А это можно сделать, только работая с собой. То, что карты Таро меняют мышление человека, ну, любая эзотерическая дисциплина меняет мышление человека. Потому что наш мир так устроен, мы об этом, кстати, поговорим на специальном занятии, которое у нас будет на курсе, отдельное, специально посвященное этому, что мы с вами мир делим. Нас со школы, с детского сада учат мир делить на части, а эзотерика учит его объединять. Когда вы начинаете мир смотреть на мир как целый, вы приближаетесь с точки зрения древних философов, таких как Платон, Сократ и Аристотель. Мир становится немного другой. Он у вас просто другой. Понимаете? Так, Виктория, проживание арканов способствует более глубокому изучению Тароа. Вы знаете, Виктория, не знаю. Это вопрос очень для меня такой непонятный. Я не очень понимаю, что такое проживание аркана, если честно. Я спрашивал у нескольких людей, которые этим занимаются профессионально, у них группы собираются. Вот так вот, чисто за столом, за чашечкой пивка. Но мне так никто и не смог объяснить, а в чем там суть-то. То есть, если человек не знает символики, не понимает, что он видит, что он там может прожить. Мне вот это не очень понятно. то есть, прожить простое. Понимаете, когда мы начинаем проживать что-то, мы по определению начинаем что-то упрощать. Мне сейчас сходу не привести пример, но я думаю, вы сами его приведете. Вот если, допустим, вам нужно прожить какую-нибудь там ситуацию, вот императрица, да, императрица – это карта материнства. Ну, как вот ее можно прожить за один день? Я не очень понимаю. Ну, я думаю, что те, кто этим занимаются, они понимают немножко больше. Вот. Вопросы медитации – это вопросы другие. Вот. Мы о них сейчас с вами не говорим. По поводу беременности. беременность, она переводит женщину в некосколько иное состояние. Это состояние очень специфическое. Вот. И я не знаю насчет того, чтобы был запрет, но я думаю, что в этом случае надо просто повнимательней смотреть. Вот. Объясню причину. Если обычный человек вытягивает себе резко негативный прогноз, он расстраивается, но если такой прогноз вытягивает себя беременная, то расстройство может быть достаточно сильным. И вот это может быть вредно для ее здоровья. Это моя точка зрения. Кстати, говоря, на курсе мы не разбираем никак вопросы здоровья. Я считаю, что если человек сам по себе врачом не является, то ему заниматься вопросами здоровья просто не надо. ибо это чревато вводом квирентов в заблуждение. Но нам ничто не мешает с вами посмотреть, например, ситуацию, связанную с тем, что не стоит ли этого врача, лечащего, нам сменить. Эта ситуация к медицине отношения не имеет, она ситуационная. Такие вопросы мы разбираем. Поэтому гадать себе беременным, конечно, можно, но с осторожностью, с учетом того, что возможно неадекватная реакция на прогноз. Вот. Теперь переходим к следующему мифу. По поводу високосного года и других годов, каких-то знаков, точность прогноза зависит только от вашего внутреннего состояния и только от того, настроились вы или нет на прогноз. Вот. Вот и все. То есть, если ситуация, в которой вы находитесь, она выводит вас из равновесия, то, наверное, гадать не надо. Это не связано с тем, високосный это год или нет, это связано с тем, что у вас состояние неподходящее для гадания. Ваше собственное состояние. а миф, что нельзя гадать, когда болеешь. Смотрите, Эвелина, карты Таро, они задействуют определенные пласты вашего бессознательного и коллективного бессознательного. Мы с вами прекрасно понимаем, что любое действие, согласно законам физики, требует приложения энергии от того, кто его осуществляет, иначе действие не происходит. Существуют некоторые вопросы, после которых буквально валишься с ног энергетически, то есть сил нет стоять. Я раскладываю обычно стоя, и по тому, насколько я устаю стоять, я определяю энергопотери, потому что сидя это сложно понять. Поэтому, когда человек болеет, я бы не рекомендовал гадать, потому что силы так мало, и расходовать их еще на подключение к этим вещам, мне кажется, что это безрассудно. Нужно сначала выздороветь. Это не значит, что гадание не получится, оно получится, просто оно будет странным. Понимаете, в чем дело? Вот. Оно будет странным, а оно потребует от вас достаточно много сил. Вот. Следующий миф о том, что карты могут точно сказать, что человеку нужно сделать. Вот. То есть, человек приходит и говорит, мне там переезжать, не переезжать. Вот у меня был такой случай на практике очень интересный. Пришла дама и говорит, мне заводить ребенка или нет? Я говорю, интересно, вот я вас вижу первый раз, вы меня тоже. Вот если вам скажу, что да, вы его заведете, а если скажу, что нет? То есть, как бы вот такие вот странные иногда вопросы задают на консультациях, что просто оторобь берет, даже не знаешь, что сразу ответить. тут ситуация такая, что когда человек приходит к вам за готовым ответом, за готовым ответом, то это значит, что он желает получить подтверждение своим собственным мыслям. Но карты Тару не обязаны никому ничего подтверждать. И очень часто как раз они говорят о том, что то, что человек задумал, у него-то как раз не получится, что у него будут проблемы, все остальное. В итоге он разочаровывается, уходит, ругает вас, на чем свет стоит, вот, или вообще не слышит того, что вы ему говорите. Он-то надеялся, что вы ему скажете, да, конечно, делай, как ты задумал, но на моей практике я вот эту фразу, делай, как ты задумал, говорил два раза за все время. то есть обычно как бы люди не очень точно могут оценить свои действия. Вот. Но зато они прекрасно могут на вас все свалить и сказать, что это вы виноваты во всех их проблемах, потому что вы так сказали, а вот они так сделали, а у них нифига не вышло. Вот. Потом в результате выясняется, что на самом деле они делали не так, как вы сказали, а так, как они вас услышали. А услышали они вас именно так, как они сами хотели. Вот такая вот бывает интересная каталасия. Рекомендую вам эти вопросы учитывать, когда вы работаете с людьми, что люди, они очень часто слышат не то, что вы им говорите, а то, что они услышать хотят. А это бывает совсем не одно и то же. Что миф говорит нам о том, что от карт Таро возникает зависимость? Зависимость. Вот. Но это миф только отчасти. На самом деле зависимость возникает, но она возникает не от карт. Как только у вас начинают более-менее нормально получаться прогнозы, в том числе и самому себе, что важно, вы начинаете чуть ли не все вопросы вставать или нет с кровати смотреть на картах. И естественно в определенный момент времени канал перестает у вас работать. Почему это происходит? Это происходит от того, что вы бессознательно пытаетесь контролировать все и вся. Вот. А бесконечное стремление как бы постоянно корректировать свои действия говорит исключительно о собственной неуверенности и самооценке. А практика же, наша под с вами практика, говорит о том, что если вы владеете нормальной ситуацией, то есть вы работаете с картами и понимаете, что вам карты говорят, вы наоборот, вы меньше используете карты. То есть как только вы начинаете с картами работать на высоком уровне, вы крайне редко ими пользуетесь. Потому что вы и так понимаете, как будет развиваться ситуация без всяких карт. И только в редких случаях вы смотрите на картах, если уж там действительно слишком много вариантная вещь или уж слишком много там чего зависит, от чего. а в большинстве случаев вы уже карты не используете, потому что и так все понятно. И так все понятно. Целостная картина мира, которая формирует у вас в голове карты, она позволяет вам в этом мире жить уже без помощи карт. Хочу обратить ваше внимание, что изначально карты создавались в орденах Золотой Зари, в ордене, исключительно для того, чтобы развивать ясновидение. Понимаете? И когда вы с ними работаете, хотите вы или нет, вот это самое ясновидение и его подраздел яснознание у вас активизируется и вы можете пользоваться некоторыми прогнозными вещами и без карт. Но для этого, конечно, нужно очень хорошо понимать, что и зачем вы делаете. Так, Виктория, миф, насчет прогадать судьбу, это у нас следующий миф. Следующий миф, вот как раз седьмой. Вот, сейчас мы о нем поговорим. Я сейчас быстро отвечу на остальные вопросы, и мы вернемся к мифу. Как можно сохранить свое энергетическое равновесие после разговора с картами? Вот, вы свое энергетическое равновесие после разговора с картами, Галина, не сохраняете. Вы, когда с картами разговариваете, вы тратите свою энергию. Соответственно, после разговора вам нужно ее каким-то образом восстановить. Восстанавливается она любыми релаксационными техниками. Вот, ароматерапия, йога, то есть, все способы помогают. Все способы помогают. Вам нужно успокоиться, сбросить энергетику вплоть до хорошего душа. Вот, все это помогает. Можно восстановиться. Вот, можно восстановиться. Если работаете, Светлана, с очень тяжелыми клиентами, вот я, например, когда работал на рынке, у меня была такая практика, на так называемых гадательных ярмарках, я всегда работал через свечу с клиентом. Это позволяет немножко скинуть потоки. Вот. Так, Екатерина, а если нужно подтверждение того, что верно понимаем? Екатерин, я немножко не понял вопроса, что вы спрашиваете. Уточните, пожалуйста, поконкретнее. Подтверждение чему? То есть нужно, что мы верно понимаем. Вот. Так, по поводу мифа номер семь. Прогадать судьбу, то, что спрашивала у нас Вероника. Вот. Я уже немножко говорил о том, что существует четкая закономерность, что чем больше человек излучает эзотерику, и карты Таро, в частности, тем меньше он их раскладывает. Исходя из этого, прогадать судьбу крайне сложно. Крайне сложно. Вот. Самое главное для того, чтобы этого не произошло, не относиться к гаданию потребительски. Вот. Не заниматься тем, что зубрить значения по каким-то непонятным книжкам, а потом по этим значениям все подряд трактовать. Вот. Это как бы не тот путь. Вот здесь может получиться такой эффект, о котором писали древние халдеи в своих там книжках старых, что человек осуществляет прогноз и сам же его исполняет. Вот. Вот. Чтобы не было вот таких вещей, нужно вспомнить то, что говорил Регарди, тоже член Золотой Зари, секретарь Кроули. Вот. В своем эпиграфе к книге полная книга ритуалов Золотой Зари он пишет, что прежде чем заниматься эзотерикой, крайне важно для адепта посетить психотерапевта. То есть сначала нужно разобраться с собой, чтобы свои собственные глюки не выдавать за предсказания. Вот это вот очень важный момент. здесь. И не только здесь. Вообще в эзотерике это очень важный момент. Так, Екатерина, к тому, что подсели. Нужно ли подтверждение тому, что подсели? Вы ведь имеете в виду, Екатерина, что я даже не могу понять подтверждение тому, что подсели. Это то есть не понимаю, не могу сформулировать вопрос ваш, чтобы на него ответить. Вот. То, что вы подсели на карты, вы заметите. Если вы постоянно с собой носите колоду и каждые пять минут вытаскиваете из нее карту со странным, так сказать, отсутствующим выражением лица, вам окружающие быстро подскажут, что с вами что-то не так. В этот момент нужно обратить внимание на то, что вы делаете и немножко посидеть и подумать на эту тему. Это будет совершенно нелишним. Потому что представление о том, что человек, который занимается эзотерикой, неадекватен, это, скажем так, неправильное представление. Это не так. Неадекватные люди, они есть во всех специальностях. Вот. Но для того, чтобы, например, в помогающих профессиях, в котором относится и Таро, помогать людям, нужно сохранять собственную адекватность, чтобы на человека не переносить свои собственные проблемы. Поэтому в психологии там существует тоже специальная такая процедура, вот, которая предназначена для того, чтобы понять, не переносит ли методом переноса психолог своих клиентов свои собственные психологические проблемы. Вот. И у священников есть тоже такая же точная процедура. Но психология так же, как, наверное, и эзотерика в свое время, в 19 веке, в период ее рассвета, очень многое взяла от нашей церкви. Потому что церковь занимается такими вещами, как помощь населению, вот, уже больше тысячи лет, и у них неплохой опыт в специальных практиках. Вот. Которые позволяют такие вещи. Например, как можно скидывать эмоциональные, резкие эмоциональные вплески, мне в свое время рассказывал именно священник. То есть их этому просто обучают. А мы действуем методом научного тыка. Вот. Иногда помогает, иногда нет. Так, следующий у нас миф, это связан с тем, что мы программируем клиента. То есть мы человеку говорим, что ему типа делать, что с ним происходит, он сидит открывший рот, и после этого как зомби встает и идет все делать. Этот миф только отчасти миф. Вот. И он сильно зависит от вас, как от специалиста. есть такие тарологи, которые экверентов просто запугивают. То есть они сами используют техники манипулирования. Акверент, который вам только что рассказал о себе то, что, возможно, он не рассказывал никому, он необычайно уязвим. В том числе и для манипуляций. Вот. поэтому тут нужно проявлять очень большую деликатность и понимать, что человек все-таки существо слабое. И бить его по больным местам, особенно по тем, которые вам только что рассказали, скажем так, не очень этично. И вообще понятие этики в консультировании таро, оно не меньше имеет значение, чем в психологическом консультировании. Так, а можно ли гадать в церковные праздники? Слышала, что многие тарологи воздерживаются гадать, например, в пост. Анна, это зависит от того, какие вы сами себе ставите ограничения. Вот. В церковные праздники в стародавние времена и работать было нельзя. Но сейчас вроде все работают и ничего. В то же Рождество 25 декабря у нас вроде как рабочие день. Никого это не напрягает. Вот. Поэтому это вопросы исключительно собственного кодекса самого таролога. То есть, если он хочет работать, пусть работает. Никаких проблем я в этом. Лишь бы ему было самому комфортно. Если он будет работать, и у него в голове будет мысль, что вот я делаю, у меня тут сейчас бог немедленно поразит молнией, но, наверное, тогда не надо этим. Так, а правда ли, что гадать на картах Таро можно только вживую? Вживую, Эвелина, вы имеете в виду, что человек сидит перед вами? Нет, неправда. По крайней мере, у меня это не так. У меня большая практика как очная, когда люди сидят, так и по интернету. Никакой разницы нет, все работает нормально точно так же. Никаких проблем. Вживую проще гадать, потому что вы напрямую считываете фон с человека. Но с одной стороны это проще, а с другой стороны это не так точно. Потому что вы, получается, что вы на прогноз натягиваете мнение человека. Когда вы работаете дистанционно по почте или там по интернету, вы такой возможности лишены. Человек с другого человека при личном контакте эмоциональный фон считывает автоматически. Понимаете в чем дело? Поэтому гадать вживую проще, чем удаленным системам. Вот такая вот штука. Так, у нас еще мифы идут. Так, что у нас тут еще есть? о то, что сказали карты изменить нельзя. Это к вопросу о судьбе и фатальности. Да? То есть это вообще неправильно. Это вообще неправильно. Дело в том, что карты ничего абсолютно прибитого вам не говорят. Вот. Даже если карты вам дают определенного рода прогноз, определенного рода прогноз, то они также вам дают рекомендации и предупреждения. На что обратить внимание? Как стоит здесь поступить? Вот. И то, что карты вам говорят, это наиболее вероятный сценарий, который происходит в настоящее время. Это текущий горизонт планирования, так называемый, в который вы можете по необходимости вносить изменения. Мало того, что можете, вы должны это делать. Именно для этого к нам и приходят кверенты. Если бы можно было просто сидеть и ждать, пока произойдут события, зачем тогда к кому-то ходить? Так, проэтичность согласна, недавно попала к некой даме, которая наговорила мне, что будет плохо, если не поставлю защиту. Екатерина, я именно про таких дам и говорю. Именно про таких дам и говорю. Не может ли такое еще хуже сделать? Но понимаете, любой человек может другому человеку сделать хуже, если захочет. Понятно. Но с другой стороны, в вашем случае, Екатерина, она ничего вам делать не будет. Она просто попыталась развести вас на дополнительные услуги таким вот образом, используя вашу открытость на консультации. Понимаете, в чем дело? Вот. Если вы как бы на это дело не повелись, то ничего наделать не будет. Ну, с вами не получилось, с другими получится. Если как бы, дело в том, что любое магическое действие, оно тоже требует затрат энергии. Причем это не чисто вот как бы энергия, как мы с картами тратим. Это кроме такой энергии еще и там дары, там ну всякие другие вещи, вот ритуалистика определенная, орудия, ну много чего там надо, да? И вот этими всеми вещами заниматься только из-за того, что кто-то что-то не купил, поверьте мне, никто не будет. Это себе дороже. Вот. Проще найти того, кто купит. Вот. И последний миф, наконец-то мы дошли до конца мифов, вот, это то, что выучить значения достаточно, чтобы работать с картами. Этот миф активно пропагандируется всеми преподавателями в школах Таро. Все школы вам говорят, мы гарантируем, что вы выучите все значения. Понимаете, в чем дело, друзья? Самих значений недостаточно. Пример с кольцом, который мы разбирали вначале, он в этом плане достаточно показателен. Сами значения всех карт лежат на поверхности. При определенной сноровке вы их все выучите, даже особо не заморачиваясь. Проблема здесь возникает в другом. Вам нужно научиться складывать рассказ в контексте вопроса. Понимаете, в чем дело? Вот. Поэтому единственный способ разобраться с тем, как работать с картами, это пойти на курсы, где вас нормально научат с ними работать. Так же точно, как управлять автомобилем, можно закончив онлайн курсы, а можно поездить с инструктором. Вот поездить с инструктором, мне кажется, более правильно, чем закончить онлайн курсы. Хотя мы с вами знаем прекрасный пример, когда человек, который очень долго играл в майкрософтовский флайт-симулятор, потом нарисовал себе в фотошопе лицензию пилота и 10 лет водил Боинге, дослужился до старшего пилота для командира корабля с поддельной лицензией. То есть иногда можно научиться и так. Но мне кажется, что это просто необычайное везение и редкий талант. Курс длится у нас 5 месяцев, если мне память не изменяет. Да, 5 месяцев 40 занятий. А, Людмила уже ответила, да. Так, как вы относитесь к тому, чтобы брать деньги за расклад? Галина, понимаете, в чем дело? Вот мы с вами проговорили буквально там не так давно, что расклады это дело энергозатратное. Энергозатратное. Если вы потратили энергию, то вам ее вообще-то должен кто-то вернуть. Вот. А насчет благотворительных целей понимаете, в чем дело? Благотворительность, она должна быть четко обозначена. Я знаю, что существует такое понятие, как десятина, то есть, если ты как бы много зарабатываешь действительно, то как бы десятину нужно отдавать на благотворительность. Но это не значит, что не нужно зарабатывать остальные 90%, Галина. Я не знаю ни одной организации и ни одной услуги, которая работает как бы в благотворительных целях. Я не знаю, знаете ли вы, вот приведите какой-нибудь пример. Вот вы пошли к психотерапевту, там вам даже раскладов никаких не раскладывают, но это же не бесплатное занятие, с вами там просто поговорили. Вот, но вы за это заплатите, причем так, не так, чтобы сильно мало. Во многих случаях это дороже, чем за расклад. А расклад, вы можете рассматривать его, если вам ну как бы не очень понятно, как сейчас привязать свою концепцию к ответу, да, то вы говорите, что я когда расклад делаю, я осуществляю консультацию. Почему я должен осуществлять ее бесплатно? Это консультация. Я человеку помогаю решить его проблему. Можно карты выкинуть из этой модели. Допустим, выясновидящая, но нет у вас карты, как Ленорман, которая изучала карты Таро, кстати говоря, и Тейл ее учил, вот, только для того, чтобы ее на костре не сожгли, как ведьму, чтобы ей хоть как-то объяснять, откуда она берет значение. Вот. Вот и все. А так она и без них могла прекрасно все делать. Но это не значит, что не надо брать деньги. Это пагубная штука. Это значит, что вы энергетически работаете в минус себе. Начнутся болячки. Вот. То есть вы будете энергию тратить, а вы, когда с другим человеком работаете, вы ее тратите сильнее, чем на себя. А восполняться она никак не будет. Нарушится энергообмен. Вы можете погуглить, что такое энергообмен при эзотерической деятельности. Много чего написано интересного, полезного. Лучше так не делать. Вот. Если у человека нет денег в силу каких-то причин, ну, хоть как-то он должен вас благодарить хоть чем-то. Вот. Потому что вот совсем забесплатно работать. Только если это ваше осознанное желание, которое вы заранее декларируете. Вот декларируете. я буду делать это бесплатно. Это мое решение. Это да. А то, что вам кто-то скажет, что у тебя там да, давай бесплатно. Не-не-не, так не надо. Это не то. Это ваша воля. Это вы решаете, будете вы своей энергией платить кому-то или нет. Понятно, да, Галин? Вот. С мифами мы закончили. Теперь давайте немного поговорим о структуре колоды и о ее отличиях от всех оракульных систем. Смотрите, классическая колода Тару состоит из 78 карт. Их именно 78. Их не 79, не 80. Там нет никаких черно-белых карт и всякого прочего другого. Максимальный размер колоды Тару, которую мне доводилось в своих руках держать, это колода художественная. Тару Вдохновение она называется. Там 80 с чем-то карт. То есть какое-то безумное количество. Вот. Но это не Тару. Тару это колода из 78 карт. Причем эти 78 карт имеют определенное структурное составляющее. колода колода состоит из 22 старших арканов и 56 младших арканов. Вот. При этом из младших арканов мы имеем 4 масти. 4 масти. Вот. И в каждой масти мы имеем придворные карты. и числовые так сказать цифровые от единицы до десятки каждой масти. любая другая колода которая имеет другую структуру например в оракуле эндоры 56 карт 5 мастей в этих мастях разное количество карт это не Тару. Мы с вами увидим в свое время что вот это количество карт оно это не просто цифра 78 она напрямую следует из той модели на которую опираются карты. И если количество карт отличается то надо или модель менять или как бы непонятно что делать. Поэтому я вас призываю все-таки не называть картами Тару те колоды которые вот по этому признаку на карты Тару не подходят. Возьмем например Тару Монара. В Тару Монара масти имеют другую там нету стандартных Тарошных мастей жезлов мечей чаш и пентаклей. Что такое жезлы мечи чаш и пентаклей? Это обозначение магических орудий при помощи которых маг работает со стихиями. Любая колода которая имеет другие названия мастей к ней относятся Таро Шаманов например Таро Монары это прекрасные колоды я тоже им пользуюсь никаких проблем но это не колода Таро а соответственно мы не можем точно пользоваться моделью понимаете в чем дело это значит такие колоды требуют собственной проработки вот такая вот штука друзья понятно вот этот вот момент он очень важен вот напишите пожалуйста потому что вопрос что такое Таро что такое оракул он достаточно часто встречается так важно ли определить свой Аркан в Таро спрашивает Эвелина не знаю Эвелина важно или не важно когда вы определяете Аркан вы считаете что-то наверное это так называемый стык Таро и нумерологии я знаю людей которые используют нумерологию в качестве основной модели для карт Таро их прогнозы странные и у меня они ни разу не сбывались ну то что они мне предсказывали у меня ни разу не сбывалось то есть вообще даже рядом поэтому я отношусь несколько скептически к таким моментам хотя и все имеет право на жизнь сейчас мы живем в эпоху когда все смешивается поэтому смешать одно с другим почему нет вполне можно замесить так сказать замесить вот все будет хорошо вот так ладно теперь давайте буквально скажем пару слов об истории откуда вообще все это дело пошло откуда все появилось а то там много во всяких книжках написано всякого разного что там египтяне древние на стенках что-то рисовали потом во времена египетского мятежа по-моему в тысячном году до нашей эры там все это позбивали то еще Атлантида там какая-то что-то передала давайте ну подойдем здесь немножко рационалистически к этому вопросу вот самая ранне известная колода вот датируется 1450 годом происходит из Милана и служила она свадебным подарком вот который была подарена на свадьбу семье Висконте и Сфорце семья Висконте на тот момент правила Миланом ну а Сфорце соответственно была тоже достаточно богатая семейка рисовала эту колоду Бонифаци Бембо художник состояла она только из старших арканов но это такая условная штука на самом деле это конечно не была колода карт это были гобелены которые были развешаны по коридору по которому шли новобрачные и показывали эти гобелены путь становления личности вся символика старших арканов которая представлена она касается именно становления личности и именно пути личности который Хайя Бансхав изложил в своей книжке путь героя мы разбираем этот момент на курсе поэтому я на нем сейчас останавливаться не буду то есть здесь вот у нас представлен первой карты аркан шут это путник который стоит на земле на земле да перед ним открыты все дороги обозначенные здесь вот такими символами может идти куда угодно дубина ему нужна соответственно для защиты вспоминаем что какое у нас время что в это время ходить по дорогам было вовсе небезопасно а заканчивается это все арканом мир который представляет собой собой град на холме он же небесный Иерусалим он же рай который держит два ангелочка почему-то с черными крылышками и красными мантиями да это отдельная тема на самом деле настолько глубоко в символизм карт мы на курсе не влезаем потому что если бы мы начали заниматься таким символизмом нам бы пришлось всего раза в два наверное продлить по времени а с точки зрения прогнозов вот этот вот глубинный символизм он не нужен то есть важнее понимать логику организации колоды это позволяет лучше и точнее прогнозировать чем вы будете точно знать почему у них тут красные шарфики а не например зеленые вот это знание полезное наверное но оно скорее академическое понимаете в чем дело вот так что мы с вами ни к какему Египту и ни к какой Атлантиде это отнести дело не можем вот изначально одна из древнейших карточных игр называется Тарок Тарок в этой колоде использовал в этой игре использовалась колода из 54 карт которая сочетала в себе старшие арканы и младшие причем младшие арканы младшие арканы они были рисованными у них вот представлена у вас на рисунке такая карта из такой колоды игральной вот у нее на одной половинке изображалась жизнь городская а на другой половинке жизнь сельская вот и вот в эту игру играли люди вот и она была особенно популярна вот но зато он трижды мастер надувать второк и ламбер это цитата пишет гений о шулерах в своем произведении бог Аполлон бог Аполлон вот соответственно у нас с вами возникает вопрос если Таро это обычная карточная игра с некими символическими козырями да то откуда взялись все концепции которые мы так сказать изучаем о которых все говорят вот откуда это все берется вот может это все и не явилось прямиком из Атлантиды но совершенно очевидно восходит к очень древней изобразительной традиции вот и основание на самом деле для этих всех картинок это могущество мифа поподробнее мы об этом поговорим на курсе чуток а сейчас я хочу чтобы вы обратили внимание вот на этого человека это Альфон Слуи Констант более известный как Элифос Леви которому принадлежит такие судьбоносные вещи как например выдача картам Тарон номеров установление порядка следования арканов для этого этого порядка не было это все 18 век то есть до 18 века колоды в таком виде в котором она существует у нас не было вообще поэтому мы можем конечно углубляться в разные рисованные эти карты их достаточно много есть старые куски в музеях всего мира валяются карты разные игральные они все с такими картинками кстати это я к тому что когда Памела Коуман Смит рисовала колоду Уэйта жанровой сценки она не совсем от фонаря их придумывала она видела эти колоды старые и она понимала в каком художественном стиле надо рисовать это вот очень важный момент кстати говоря и Памела Коуман Смит которая рисовала колоду Уэйта и Фрида Харрис которая рисовала колоду Кроули они были тоже посвященными ордену Золотой Зари и имели поменьше конечно ступеней чем сами Кроули и Уэйт но тоже не начальные то есть вот такая вот штука вот так что история здесь хоть и дело темное но в нашем случае по крайней мере понятное то есть первые прогнозные значения самые прогнозные которые позволяют предположить что на картах Таро уже гадали когда-то относятся к 18 веку так что именно с этого периода мы можем документально считать что появилась карта Таро как механизм для предсказаний как ифомизм для предсказаний так насчет записи я думаю что запись будет вот я думаю что запись будет но я думаю что лучше Людмила как представитель 11 дома на этот вопрос ответит пишет нас кто-нибудь сейчас или нет вот вот Людмила уже ответила запись будет все нас пишут все хорошо вот я понимаю наверное я уже вас тут немножко подзагрузил чуток вот ну извините друзья вот у меня не получается как-то так проводить занятия чтобы можно было отдыхать то есть все время надо о чем-то думать а это достаточно тяжело вот а понятно Дарья у вас такое время ну да конечно лучше в записи в этом случае посмотреть так методические материалы да Людмила каждому занятию выдается методичка каждому причем я обращаю сразу внимание тех кто будет учиться может показаться что занятия повторяют методички это не так занятия даются немножко под другим углом поэтому необходимые занятия послушать и методичку почитать вот тогда у вас сложится полный концепт это у меня такая методика вот то есть одно дополняет другое вот так теперь я вам расскажу немножко все-таки надо наверное рассказать и о курсе чуток вот основная задача курса мастер таро дать ученику полную связанную систему знаний о картах таро и о всем что непосредственно с ними связано вот это вот моя задача вот система знаний позволит вам не только научиться прогнозировать вот но и расширять свое образование в сфере таро самостоятельно поэтому я прошу своих учеников на момент обучения у меня не читать других книг дело дело в том что книг по таро такое количество разное и написано в нем зачастую прямо противоположные вещи что очень сложно разобраться чего надо читать а чего не надо и в этом случае лучше ничего не читать а сначала здесь формировать модель определенную а потом читать книги которые в эту модель будут ложиться будут ложиться программа курса кроме классического изучения арканов вот она содержит также некоторые области оккультного знания вот из которых состоит наш мир в западной сакральной традиции в западной сакральной традиции вот об этом мы сейчас поговорим чуть-чуть подробнее чуть-чуть подробнее вот на курсе мы изучаем английское таро это таро оэйта и все его многочисленные клоны вот таро кроули относится к английскому таро но у него клонов пока нету по крайней мере мне неизвестно клоны этой колоды вот чем оно отличается от французского оно отличается от французского тем что дурак в английской школе имеет номер ноль во французской он имеет номер 22 стоит за миром вот за миром также в английской колоде сила имеет номер 8 а правосудие имеет номер 11 вот эти изменения во французскую таро во французскую школу таро внес лично Макгрегор Мазерс основатель ордена Золотая Заря то есть он выстроил арканы он исправил ошибки Леви привел арканы в более точное соответствие с кабалой почему именно с кабалой мы с вами поговорим на втором занятии на курсе вот в качестве примеров мы будем с вами использовать три колоды которые являются классическими в английской системе это таро райдера Уэйта это колода ритуалов Золотой Зари которая создана по книжке Золотой Зари историком этой самой Золотой Зари и так далее но это мы подробнее на первом занятии с вами поговорим я вам там представлю эти колоды и подробно расскажу об их создателях вот и языческое таро мы используем на этом потоке мы тоже будем использовать языческое таро почему я тоже расскажу вам на занятии на первом на первом занятии подробно расскажу вы сможете задать вопросы и так далее вот сравнение символов позволит вам в своей практике использовать любые другие колоды просто понимая логику на которой они построены в английской системе и соответственно у вас открывается огромный так сказать пласт клонов у это их больше 5000 штук всяких разных вот и вы будете понимать что там написано и как это читается вот это что касается символизма теперь что мы с вами будем собственно говоря еще затронем первое мы конечно затронем кабалу кабалу по кабале будет у нас отдельный с вами слайд поэтому я о ней сейчас расскажу чуть-чуть попозже чуть-чуть попозже расскажу вам о кабале так второе астрология ну понятно что в 11 доме астрология это штука такая полезная и нужная вот поэтому астрологию мы тут тоже цепляем о ней я вам тоже расскажу чуть-чуть попозже поподробнее второе стихии второй стихии стихии мир западной сакральной традиции состоит из четырех стихий например восточность состоит из пяти но западная из четырех поэтому у нас с вами четыре масти вот и поэтому эти масти называются по именам и тех инструментов вот которые которыми этими стихиями управляют управляют мы с вами коснемся стихии достаточно подробно и мы будем с вами изучать специальную технику которая позволяет работать со стихиями в картах Таро с точки зрения предсказания но сейчас я немного попозже чуть-чуть поподробнее вам об этом расскажу расскажу так второе время второе время время в картах Таро но смотрите карта Таро система символьная поэтому точно на вопросы времени она не отвечает но есть приемы которыми можно попытаться на эти вопросы ответить о них мы тоже поговорим второй мир мы уже с вами затрагивали на мифах дело в том что мы живем с вами не в лесу поэтому нам необходимо каким-то образом контактировать с людьми которые нас окружают достаточно многие люди они считают что те кто занимается картами они мракобесы они какие-то странные люди они живут в каком-то другой парадигме на самом деле все это конечно немножко не так точнее немножко не так совсем не так вот поэтому для того чтобы понять почему люди так думают и как с ними разговаривать на курсе есть специальный урок который называется второй мир он обычно завершающий в конце он находится для того чтобы вы могли четко понять как общаться потому что человек по природе своей есть общественное животное это сказал Аристотель сто лет назад ну не сто лет назад а в трехсотом году до нашей эры вот и поэтому нам с вами тяжело потому что основная причина одиночества это непонимание большинством людей да и вот эзотериков мало кто понимает и чтобы нам здесь не остаться в гордом одиночестве нужно заниматься изучением вот таких вещей как то как устроен наш мир хотя может показаться что мы и так все знаем но на самом деле это не совсем так вот не совсем так так теперь сюда возвращаемся на курсе очень объемная и обширная практика практика начинается практически с первого дня вот как вы начинаете вы сразу же начинаете практиковаться гадаете вы себе вот как это делать я расскажу на первом занятии то есть никаких проблем практика более-менее серьезная с другими уже участниками процесса начинается с третьего месяца вот там уже идут нормальные мы изучаем простые расклады и там идет вся эта штука и последнее что на курсе все ведут дневник торолога о дневнике торолога мы подробно поговорим на первом занятии вот он нужен для того чтобы вы могли замечать свои наблюдения вот дневник торолога это одна из опций старого древнего магического дневника который называется французским словом гримуар вот дневник торолога полезная и нужная вещь она позволяет вам постоянно совершенствовать свои познания как торолога и выводить определенные закономерности из своих раскладов но мы об этом поговорим подробнее попозже на первом занятии вот теперь кабала да чуть-чуть поподробнее о кабале торога как и все в западной традиции абсолютно четко увязана с кабалой древом жизни древо жизни находится перед вами вот вопросы эти мы изучаем на втором занятии подробно и потом на протяжении всего курса ссылаемся на это дело вот на протяжении многих столетий кабала была тайным достоянием исключительно иудеев и только в 12 веке вот с нее была снята покров тайны вот случилось это в Испании именно там и появилась вот эта схема известная как древо жизни связывающая ортодоксальную иудейскую традицию кабалы с традицией западной вот обратите внимание что древо жизни состоит из 10 кругов так называемых сефир вот 22 путей вот они пути пути и 4 миров вот они если мы сложим все это вместе все это вместе то мы получим как раз цифру 78 то есть цифра 78 она внутри зашита этого древа этого древа откуда она берется 10 сефир в 4 мирах дают нам 40 4 мира в 4 стихиях дают нам 16 4 до 4 и 22 пути дают нам 22 старших аркан получается 78 78 это базовый глиф западной сакральной традиции который символически описывает процесс создания этого мира богом поподробнее мы древо жизни разберем на втором занятии вот на втором занятии сейчас мы с вами запоминать тут ничего не надо вообще на вот эти вот все вещи не нужно обращать особого внимания мы с вами настолько часто их на курсе повторяем что вы их запомните и выучите даже если не очень хотите оно само как-то учится вот просто за счет частого повторения поскольку все арканы таро лежат на древе жизни мы на каждом занятии к нему обращаемся соответственно если мы с вами 78 раз куда-то обратимся вы вряд ли это забудете когда-то вот что астрология по поводу астрологии существует достаточно много работ по поводу астрологических соответствий вот и у нас есть среди наших современников например хан такой таролог у которого есть своя астрологическая модель вот основоположником английской школы тару можно смело читать Мазерса который был руководителем ордена золотой зари я уже о нем говорил вот и он же предложил определенный порядок соответствия к астрологии отталкиваясь от каббалистического трактата Сифер-Яцера потому что старшие арканы у нас получается связаны с буквами Еврита букв Еврита по странному сечению обстоятельств тоже 22 вот соответственно трактат каббалистический Сифер-Яцера описывает значение букв вот и на этом основана астрология старших арканов вот на схеме которую вы здесь видите приведена астрология арканов младших эта схема используется для работы с временем мы о ней подробно поговорим эту схему мы с вами подробно разберем когда до нее придет до нее дойдет дело вот но в младших арканах астрология на мой взгляд работает не настолько четко как в старших вот хотя эта связка и есть но она вызывает у меня некоторые сомнения некоторые сомнения вот примечательно следующее что порядок связи карт и астрологии вот был независимо друг друга открыт двумя людьми как и многое в 19 веке мазерс опубликовал его в своей работе книга т а пол кейс самостоятельно пришел к тем же выводам и опубликовал их в своей книге таро ключ к мордости веков то есть это говорит о том что вот эти связки которых мы будем говорить они получили подтверждение которое в рациональном мире называется научным способом научным методом то есть два человека независимо друг от друга получили один и тот же результат вот это научный метод познания кстати говоря до определенного момента в том же 19 веке к таро относились как к науке это была оккультная наука а не то мракобесие о котором мы сейчас с вами говорим как сейчас это принято считать так про второе время я вам уже говорил у нас будет специальный урок где мы разберем ряд техник которые позволяют примерно прикидывать когда что будет познакомимся с такими методиками как расклад календарь авторский метод определения времени моего учителя и некоторые другие практики которые тоже могут нам помочь работать со временем но время это очень интересная тонкая вещь и она доступна скажем так не всем может оказаться вот поэтому нужно прежде чем выходить к людям с этой штукой можно сначала проверить на себе работает ли это у вас авторский расклад день это мой авторский расклад который был мной придуман для изучения символического ряда колод то есть я изучаю любую новую колоду посредством вот такого расклада именно этот расклад вы будете раскладывать начиная с первого занятия курса до его окончания каждый божий день каждый божий день вот этот вот расклад вы будете раскладывать вот он удобнее чем карта дня она много вот потому что он не только вам показывает саму карту которая может если она одна как мы с вами уже говорили показывать все что угодно он вам показывает окружение этой карты он вам показывает в рамках каких событий эта карта находится причина вот этой ситуации она может вполне лежать за пределами дня перспектива то есть к чему это ведет да это вполне тоже может лежать за пределами дня у нас очень часто бывает что ситуации во время дня повторяются вот переходят со дня на день карты обычно это показывают вот вот эта карта номер два показывает ваше отношение к этой ситуации вот и пятая карта это карта совета то есть что вам карты какую линию поведения карты рекомендуют вам использовать ну сегодня для проживания давайте рассмотрим такой просто короткий пример этого расклада вот это один какой-то день взятый вот такой пример давайте сначала посмотрим о каком событийном каких событиях тут идет речь вот у нас стоит девяточка жезлов девятка жезлов это карта защиты то есть человек у нас в этом дне будет от кого-то огораживаться защищаться вот обороняться но не активно а именно пассивно то есть тебя не трогают ты никого не трогаешь удобно сидишь в домике да все хорошо а чем эта ситуация была выбрана а выбрана вызвана это была ситуация двойкой жезлов карта нерешительности трудности в принятии решения определенного то есть человек решений так и не принял поэтому сейчас сидит настороженно да настороженно а что же за решение это он собирается принимать а вот его отношение к этой ситуации туз пентакли у нас любой туз это шанс туз пентакли это шанс заработать денег человек думает о деньгах вот но он еще не определился не определился а к чему эта ситуация нас приведет даме пентакли дама пентакли это дама которая умеет прекрасно распоряжаться деньгами это говорит нам о том что в принципе вот та ситуация о которой давно не идет речь она касается денег и она ведет к тому что эти деньги потенциально можно начать зарабатывать и совет колесница колесница это отбросить сомнения и двинуться в путь из-за своего забора вот такой вот достаточно простой расклад который нам дает такую информацию и позволяет нам отличать события нашего дня друг от друга этот расклад раскладывается с вопросом что день грядущий нам готовит мне готовит да и говорит нам о ключевом событии текущего дня об одном ключевом событии не всегда можно понять о каком событии речь тем более сначала но при определенной сноровке можно вы используете 78 карты старшие и младшие арканы да мы используем полную колоду таро за исключением тех случаев где специально оговорено другое вот где специально оговорено другое так из простых раскладов мы с вами изучаем триплет этот расклад достаточно популярен на просторах инета мы изучаем его настолько хорошо и долго вот мои ученики не дадут соврать что там лезет уже из ушей у всех но зато зато возникает понимание что это такое как это читать вот так же кривостным раскладом относится расклад выбор вот хая бансхафа его мы тоже изучаем скажем так в промышленных масштабах то есть вот эти вот вопросы это быстрая экспресс диагностика любых событий триплетами расклад день событийный который можно посмотреть любое событие на самом деле не только в течение дня которое происходит но и вообще а так же расклад выбор который можно в тяжелой жизненной ситуации когда непонятно что делать вот рассмотреть разные варианты исходов вот эти расклады мы с вами изучаем очень так сказать много и наверное до всех они в итоге доходят вот Анна спрашивает дама рыцарь т.д. это всегда пирсоны нет Анна не всегда нет не всегда сложные арканы у нас начинаются сложные расклады у нас начинаются с техник одна из техник полиаркана эта техника не моя вот она построена на пересечении значений карт на пересечении значений карт когда у вас на одной позиции ложатся две карты например в раскладе Кельский крест можно использовать такую технику или в некоторых других раскладах например Ведьмочкин месяц частично раскладов заимствованных, портированных в Тарус Ленормана. В Ленормане традиционно много карт в раскладе, и они часто стоят на одной позиции от трех штук. Вот читать такие сочетания тоже вещь полезная. Как они читаются? Берется облако значения одной карты, облако значения другой карты, и пересекаются, получается, два слова, описывающие обе эти карты вместе. То есть вот эта карта, например, внести ясность, вот эта карта, ограничение внутренних комплексов, и объединенное значение, разрушить стереотипы. Или здесь, десятка кубков – это семейное счастье, построение семьи, Паш Пентакли – это ученик. И карта говорит о том, что необходимо научиться жить в семье. Вот такая вот простая достаточно техника, на первый взгляд. Две карты – ничего, три карты посложнее, три карты мы на этом курсе не разбираем, для этого существует курс практики, где мы глубоко уходим в эти техники, там больше тренировок, чем на этом. Потому что это все-таки требует определенного, очень хорошего уже понимания карт. А необходимо, чтобы у вас в голове эти знания как бы улеглись. Тогда это будет проще. Очередность карты значения не имеет, Светлана, в данном случае. Очередность карты имеет значение в Ленорман. В данном случае нет. Второй не имеет. Стихии, настроение расклада. Как вы видите, это хорошо видно на картинке, что это техника, которая позволяет по балансу стихии в раскладе определить, о чем этот расклад. Эту технику мы тоже изучаем, тоже разбираем. Она позволяет вам к вопросу, который задан, еще подложить канву. Более подробно мы разбираем это дело на занятиях. Сейчас я не буду в это дело глубоко уходить. Это вопрос не очень простой. Не очень простой. Мы можем тут надолго завязнуть. Для его понимания нужна небольшая подготовка, чтобы у вас была. После этого мы начинаем изучать блок сложных раскладов. Это Кельский крест. Кельский крест. Для общего чтения ситуации, вариантов существует тьма тьмущая. Я вам предлагаю на этом курсе один вариант Кельского креста, на курсе практики другой вариант Кельского креста. Но в любом случае оба Кельских креста, они достаточно интересные и очень хорошо описывают ситуацию. Расклад денежный мешочек описывает ситуацию, связанную с деньгами. Он отвечает на один простой вопрос. Что у меня с финансами? Где мне заработать денег? Вот на этот вопрос он отвечает прекрасно. Также он является донором. Донором из него можно надергать финансовых вопросов для каких-нибудь других раскладов. Самодельных или для раскладов с дополнительными картами. Потому что вопросы, если мы с вами используем дополнительные карты, мы их не просто так выкладываем. Мы обязательно к ним задаем вопрос. Но о дополнительных картах мы поподробнее тоже поговорим на курсе. И расклад на отношения. Расклад заимствован, как вы видите здесь по метке, с символона. Символона. Символон – это оракул, астропсихологический, созданный Питером Орманом. В нем тоже 78 карт, но это не Таро. У него нет структуры из старших и младших арканов. Но это очень интересный расклад, который лучше... Эта колода, которая прекрасно показывает психологию и вообще тему отношений. Я всегда работаю, когда с людьми, я использую две колоды. Это Таро Кроули и Оракул Симбалон. По Симбалону у меня тоже курс есть. Не знаю, будет он в 11 доме или нет, но он у меня есть. Это отдельная совершенно колода, но она используется как Таро, не как Ленорман. То есть поэтому расклады здесь портируются в лоб. И очень часто колоду Ленорман используют как вторую колоду, которая раскрывает некоторые особенности взаимодействия людей, которые карты Таро не очень, так сказать, хорошо показывают. И когда вы это делаете, иногда, ну, прямо начинаешь действительно верить чудесам, потому что оно настолько точно показывает, что вообще... Вот. Вот такая вот штука. Вот. На этом моя презентация закончилась. Вот. Надеюсь, что я вас не очень загрузил. Всей этой штукой у нас еще с вами остается немного времени, чтобы я ответил на ваши вопросы, которые у вас возникли по ходу, уже не отвлекаясь. Вот. Ни на что. Вот. А то я все боялся, что я не смогу вам дорассказать презентацию. Вот. То есть... Вот. Поэтому, может быть, что-то показалось, что я недостаточно хорошо раскрыл. Я могу вам это рассказать. Практика Таро, курс, который будет после вашего курса, если вы пойдете на мастера, следом за ним будет идти практика. Вот. Дело в том, что мы на мастере очень хорошо и очень плотно отрабатываем расклады маленькие. На большие расклады у нас просто физически не хватает времени, потому что иначе курс необходимо растягивать. Вот. Поэтому был создан курс практика Таро, суть которого, там нет теории, он предназначен только для проработки больших раскладов, чтобы вы их отработали нормально. Только для этого. Так, еще раз, какие колоды нужны для обучения? Нужна колода Райдера Уэйта или ее клон, который вам нравится, который вам нравится. Понадобятся они с первого урока, потому что уже после первого урока вам нужно будет делать расклад день для себя. Если вы сомневаетесь, сомневаетесь, Екатерина, в колоде, вы мне можете написать, что вот вам нравится такая колода, подойдет она или нет. Время до начала курса еще есть. Курс начинается 12 сентября. К этому времени можно как бы все это определить. Колода приедет даже издалека, если что. колоды существуют нескольких размеров. Существуют гигантские, существуют средние, маленькие, обычные. Вот. Подбирайте колоду себе по руке. Я знаю, что девушкам удобнее работать с колодой средней. Она не такая здоровая. И она, кстати, дешевле стоит. Вот. Можно ли расклад день делать другого человеку? Илона, можно делать другому человеку расклад день, когда вы сможете нормально его сделать себе. Вот. Куда вам писать? В ВК или в 11-й дом? В ВК можете написать. Екатерина, можете написать в ВК. В ВК. В ВК. Я сейчас кину вам в чат свою страницу. Можно писать в ВК. Для... Да, пока вы не на курсе, еще нету как бы общих чатов, поэтому пишите в ВК. Но я думаю, что если вы напишите Людмиле Фомичевой, она является куратором курса, она... Ну, не сможете как-то через ВК со мной связаться, напишите ей, пожалуйста, как-нибудь, она... Мы с ней законтачим. Вот. Помимо колоды, для первого занятия, что нет, ничего не нужно, Женя. Только колода. Больше ничего. Ничего. Методички вы получаете в формате PDF. Нужна только колода. Соответственно, дневник. Дневник можно вести электронно, дневник можно вести в тетрадке. По поводу дневника мы поговорим на первом занятии. Вот. Домашние задания ученики выполняют на платформе. Доступ на платформу будет предоставлен после оплаты на курс. Ну, курс. Вот. На платформе теории никакой нет, там только домашние задания. Только домашние. Больше ничего. Вот. Кто-то может сказать, когда заканчивается обучение на шестом потоке. Но, насколько я знаю, Катерина, седьмой поток начинается в октябре. Поэтому я думаю, что до октября он точно закончится. Нет, Светлана, экзамена нету. Мой сертификат об успешном окончании моего курса получают те, кто выполнит все домашние задания по нему. Вот. Этого достаточно, на мой взгляд. Диплом школы одиннадцатый дом получают все, кто закончил курс. То есть, вот на этом курсе мастер Таро существует два диплома. Один выдается особо отличившим, все, кто сделал все, а другой выдается как свидетельство о том, что вы закончили, прослушали этот курс. Сроки сдачи ДЗ есть. Да, есть сроки сдачи ДЗ. Любое задание домашнее имеет смысл в определенное время. Поэтому на сдачу ДЗ каждого задания отводится время три недели. Три недели. Я хочу вам сразу сказать, что домашние задания все достаточно простые и они рассчитаны на максимум на пол, ну, на два-три часа, не знаю, не больше. Поэтому я считаю, что за три недели такое время найти можно, чтобы их сделать. Потому что в противном случае это уже опыт первого потока показал, что лавинообразно выставят сданные работы и при этом люди, которые уже сдают серьезные большие расклады по техникам, вынуждены доделывать задания по какому-то примитиву. Это, мне кажется, неправильно. Вот. Светлана, что такое живая платформа? Если вы имеете в виду, что это платформа... Я как-то не очень понимаю слово живая. Вы мне поясните, пожалуйста. вот так вот так эта платформа выглядит. Вот сюда вот вы попадете все, кто пойдет. Как учиться на курсе. Вот здесь представлены ролики, которые можно посмотреть. И вот это домашнее задание. Вот они вот так выполнены. По арканам. Все, в общем-то, тут все достаточно просто. Все достаточно просто. на курсе будут кураторы. По вопросам теории можно обращаться к ним. Они будут заниматься теоретическими вопросами. Всю практику раскладов, которую вы делаете, я понимаю, что практика раскладов очень часто носит несколько конфиденциальный характер. И вы не хотите, чтобы все ее там читали. Практику я буду проверять у вас лично. Вот. Если вопросы захотите мне задать, задавайте. на платформе существует возможность чата. Задача вопроса мне лично, поэтому ДЗ присутствует в виде текста. Это не видео. Вопросы можно задавать в чатах, да. Можно задавать на платформе. Можно задавать чаты у нас, если в WhatsApp, то можно задавать мне лично тоже в личку в WhatsApp. то есть везде можете задавать короче вопросы. Вот. Практические задания проверяю лично я, потому что я понимаю, что не все хотят рассказывать о своих каких-то внутренних ситуациях всем подряд. Вот. Еще вопросы, друзья. среднее длительное занятие два часа. Такая же, как сегодняшнего. Методички даются после занятия. После каждого занятия вы получаете методичку. Через некоторое время после него вы получаете запись. Вот. То есть вы можете почитать методичку, переслушать некоторые моменты, если вам это надо. Каждому занятию, кроме второго, по-моему, идет домашнее задание. Каждому, кроме второго и последнего. Вот. Анна, по поводу дополнительной практики, я думаю, что если вы сделаете основную, это будет что-то похожее на подвиг. Друзья, кто у меня учился, расскажите Анне по поводу дополнительной практики что-нибудь. Будут пояснения. ДЗ. Я на каждом следующем уроке я ДЗ разбираю подробно. Вот. Те, кто сдал ДЗ между занятиями, между занятиями, они получают в обязательном порядке тоже, я его проверяю. Вот это ДЗ между занятиями тоже буду проверять я. И я вам даю там развернутые комментарии. А вот после того, как ДЗ разобрал я уже на следующем занятии, дальше ДЗ будут проверять кураторы. То есть, когда уже есть модель разбора, проверяю, как бы там уже комментировать особо. Нужно только указать номер за занятие, которое нужно пересмотреть, в котором ДЗ разобрано. То есть, тут это не такая сложная штука. Вот. То есть, основная задача моего курса это чтобы вы научились по раскладу Таро создавать истории. То есть, писать какие-то интересные тексты. Поэтому я буду, по крайней мере, так сказать, на начальном этапе очень сильно бороться с косноязычием, вот с такими вот пыкмыками. То есть, относитесь, пожалуйста, к этому с пониманием. Потому что, когда вы человеку что-то рассказываете, понимаете, чем легче у вас льется речь, тем лучше вас понимают. А для нас с вами принципиально важно, чтобы нас поняли правильно. Поэтому я делаю на это особый упор. Что, как делать? Все есть и видео написаны, отдельно ролики. В любой момент можете их пересмотреть. Вот. И задать любые вопросы мне или кураторам, кому хотите. учить ничего не надо, потому что мы практически все, что говорится, то, что я сегодня говорил, то, что я говорю на уроках, мы минимум 3-4 раза повторяем. Потому что при каждом повторе открывается некий новый пласт. То есть сначала вы ухватываете базовую канву, потом, когда канва базовая есть, уже можно слегка видеть рельеф, ну, а третий проход это уже детализация. То есть вы начинаете видеть то, что вы не видели. Потому что мы работаем с символом, а у символа, вы понимаете, в трактовках могут быть прямо противоположные значения, и они оба правильных. Поэтому тут нужно аккуратнее подходить к этому всему. Понимаете, да? Еще вопрос, друзья. Да. Так вот у нас так примерно и получается на уроке, что какая бы интересная тема была, не была, сколько бы времени мы по ней не говорили и сколько бы дополнительных вопросов не задали, мы все время каким-то магическим образом укладываемся в два часа. В час пятьдесят девять, в два ноль две. Я даже обратил на это внимание, просто удивительно, ровно в два часа. То есть и сейчас мы тоже похожи, ну, Людмила, сколько немного, пять минут, и сейчас у нас ровно два часа. То есть так что, друзья, вот у меня такой вот способ, что больше двух часов не получается. Но два часа обычно протекают достаточно незаметно. По крайней мере для меня, не знаю, как для учеников, у меня как-то это происходит незаметно. Спасибо вам, друзья. Очень приятно тоже с вами общаться. Теплая аудитория такая, добродушная, это всегда очень хорошо. Вот. Я, кстати, по первому потоку хочу сказать, что у нас ни разу за 40 занятий не было ни одного негативного комментария в чате. Вот. Так что обычно я могу сказать, а поскольку там было больше 100 человек, то обычно народ все-таки доброжелательный у нас собирается на курсе. Вот. То есть никто ни с кем не ругается и все хорошо. так. Ну, раз вопросов больше нет, спасибо, друзья. Буду очень рад видеть вас на курсе. Вот. Время подумать еще есть. Вот. поразмышлять. Курс продлится. Нет, новогодний новый год нас каникулы. Курс немножко зайдет за новый год, чуть-чуть. Ну, Но новогодние каникулы как обычно, то есть никаких проблем и там сроки заданий они это учитывают. Так что все в порядке. Спасибо, друзья. Если еще есть вопросы, контакт свой я бросил, задавайте мне, задавайте Людмиле Фомичевой. Мы на все вопросы вам обязательно ответим. Спасибо, друзья. Вот. Всего доброго. До свидания. Надеюсь увидеть вас на курсе. Спасибо. До свидания.